Всем привет, с вами Станислав Мелешов, Garf Pro, это школа битмейкинга. И в сегодняшнем коротеньком видео уроке я расскажу вам о том, что делать, если вы написали трэповый бит, но в нем не хватает эпика, не хватает драмы, то есть ну просто чего-то не хватает. Один из вариантов, что можно добавить. Для этого я написал практически собирательный образ простого трэп бита, вот он. То есть тут нет еще никаких совершенно обработок, только чуть-чуть отбалансирована громкость. Ну и я приподнял немного громкость на мастер-канале, чтобы просто было чуть удобнее работать. Он выглядит вот так, то есть ничего совершенно сверхъестественного. И как можно добавить к нему драмы с помощью вот таких звуков. Сейчас я вам продемонстрирую их, вот они. То есть что это? Это звуки, это брасы, то есть духовые инструменты, совмещенные с хитами, то есть с ударами. То есть, ну их еще стабами называют иногда. То есть эти звуки ближе к ваншотам, чем к каким-то мелодическим звукам. И их используют, чтобы добавить ритмики и добавить эпика, и добавить драмы в ваши биты. Их можно найти чаще всего в библиотеках для трэпа. То есть я имею в виду ваншот библиотеки. Они обычно находятся в папке саунд, или находятся в папке стаб, или находятся в папке экстра. Вот что-то такое. То есть у нас здесь вот такой звук. То есть изначально он был другим. Изначально он был вот таким. Но чтобы его сделать именно подходящим, можно крутануть trim, крутануть out. И он станет значительно короче. Конечно, можно с такими звуками еще обращаться таким образом. То есть настраивать тут envelope. То есть... Вот можно сделать вот так. Ну, в общем, делайте как вам удобно. Суть в чем. Сейчас я вам продемонстрирую, как с ними работать. Вот наш бит, опять же повторюсь. И сейчас мы сначала добавим вот этого звука. То есть это, опять же, хит, совмещенный с брасом. Стаб, который является пресетом для Direct Wave. Direct Wave это стандартный ромплер в FL Studio. Работает по принципу контакта. Ну, если вообще очень грубо говорить. Для него вы можете найти пресеты. И, собственно, искать их нужно по ключевым словам пресетов для Direct Wave. С ними работать довольно удобно. Ладно, идем дальше. Вот, сейчас мы построим тут простенький аккордик по корневому аккорду нашей тональности. Так. Вспомнить бы еще. Все, вспомнил. Вот. Вот, это наш аккорд. Но, если делать его просто таким, это будет скучно. Поэтому перебросим одну из нот на октаву выше и получим вот это. И, 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 и сделаем вот так. То есть. Нет, нет, нет. Наверное. Нет, предыдущий вариант мне нравился бойцом. Так. Вот так сделаем. Так. И вот так. Отлично. Теперь все это клонируем, кроме последней ноты, потому что она у нас другая. Получаем вот такую последовательность аккордов. Так. Пока звучит довольно сыровато. Но мы можем добавить сюда вот эти звуки еще. Но нельзя просто так взять и добавить звук. Поэтому мы будем добавлять звук с его клоном на октаву выше. То есть, такой аккорд октаву будем делать. Вот, вот так. И, естественно, будем добавлять еще вот этот звук. Потому что зря, что ли мы его делали. Нет, покороче его сделаем. Но, опять же, звучит недостаточно круто. Поэтому вернемся к этому звуку. И добавим дополнительный аккорд. То есть, смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы сделаем вот так. И, то есть, мы добавим дополнительный удар, который, грубо говоря, слаб... Ай-яй-яй. Добавим слабую долю. Чтобы здесь звучало интереснее. Потому что у нас получится так, что два одинаковых аккорда друг за другом идут. И это не очень здорово. Поэтому мы сейчас кое-что изменим. Давайте это перебросим сюда. Уже звук будет немного другим. Отлично. Ну и все. И повторяем то же самое для следующего паттерна. И наш бит уже зазвучал немного по-другому. Уже гораздо интереснее. Но, опять же, звучит все это очень-очень сыро. Потому что вообще нет никаких обработок. Поэтому добавим... Добавим все это в наш микшер. И я имею ввиду, неправильно было выразиться, что нет никаких обработок. Потому что не всегда нужны обработки. Просто убавим громкость для начала. Начнем добавлять по одному. И громковато все равно. Ну вот, собственно. Теперь вы можете делать с этими звуками все, что угодно. К примеру, вот этот звук можно обработать дилеем, чтобы получить как что-то такое более-менее интересное. То есть, к примеру, возьмем match delay из пакета waves в ping pong. Так, настроим его. Настроим. Просто так не звучит. Поэтому можно еще добавить ревербератора. Что-нибудь вот такое. Ну, это так. Просто, к примеру, если вы просто хотите добавить ритмики. А так, в целом, вы можете делать с ними все, что угодно. И уже бит звучит более интересно. Чуть больше драмы. Естественно, все это звучит очень сыро. Что с этим нужно работать. Но суть в том, что уже звучание стало более-более разнообразным. А вообще, если вы хотите научиться писать трэповые биты, то можете приобрести мой видеокурс «Я хочу бить 2.3». Ссылка на него горит сейчас на экране. Это видеокурс, в котором появился маленький трэповый видеокурс. То есть, это по классике, по андеру и теперь еще и по трэпу. Три полноценных видеокурса по цене одного за 2890 рублей. Перейдя по ссылке в описании, вы можете прочитать полное описание видеокурса, прочитать отзывы о видеокурсе и, естественно, сделать заказ. То есть, ссылка на экране и первая ссылка в описании. Кроме того, вы попадаете в мою закрытую группу после приобретения видеокурса, где я зацениваю биты и отвечаю на ваши вопросы. То есть, я не брошу вас в беде и обязательно научу вас делать крутые биты. И, естественно, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Это совершенно бесплатно и будете тогда вовремя узнавать о выходе новых видео. Новые видео еще, естественно, будут. И на этом вроде бы все. Обязательно посмотрите предыдущие видеоуроки. Ссылка на их горит на экране. И также ссылки на предыдущие видео есть в описании. И на этом все. С вами был Станислав Мелешов. Гарф Прот. Пока.